В Балакове завершился 10-й турнир по боксу памяти почётного гражданина БМР, тренера Ивана Кузьмича Трухляева. Традиционно соревнования проводятся в рамках всероссийского проекта компании «Фосагра» «Детям России. Образование, здоровье и духовность. Дрозд». Сын тренера Кирилл Иванович Трухляев, который и стал инициатором проведения турнира, вспоминает, как всё начиналось. Самое первое, которое проводили турнир, было открытое первенство Балаковского района. Было всего две команды приезжих. Саратов, человек пять, по-моему, привозили. Алгай тоже человек пять-семь. Сейчас турнир уже разросся. Семь с лишним участников, семь регионов. С каждым годом крупнее и крупнее. Не так давно к организации турнира подключилась Балаковская АЭС. Атомщики объединились с химиками для того, чтобы сохранить память о великом тренере Иване Кузьмиче Трухляеве, при этом давая возможность юным спортсменам получать бесценный опыт состязаний. Я рад, что Балаковская АЭС тоже подключилась к этому нашему проекту. Уверен, что мы в будущем будем находить совместные проекты, которые как раз направлены на развитие детско-юношеского спорта, для проведения турниров различного направления. Наверное, мы придумываем ещё какие-то дополнительные турниры, чтобы ребята действительно встречались, проявляли себя, соревновались, набирались опытом. Потому что одно дело занятия в зале, в тренировке, а другое дело, когда ты встречаешься с разными школами, это, естественно, приобретение дополнительного опыта. Иван Кузьмич Трухляев был одним из лучших тренеров Саратовской области по боксу. Почти 40 лет своей жизни он посвятил тренерской работе и воспитанию подрастающего поколения. Среди его воспитанников есть боксеры сборной Саратовской области и России, десятки кандидатов в мастера спорта по боксу, 10 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса Олег Комиссаров, который в этом году также привёз на турнир памяти своего тренера нескольких воспитанников. Олег Николаевич рассказал, что в Волгоградской области, где он сейчас работает, из-за отсутствия спонсоров перестали проводить множество традиционных соревнований. Поэтому тренер благодарен тем, кто в Балакове поддерживает спорт. Это же здорово. И будут боксеры в этом регионе, где вот такое количество соревнований регулярно. Вот оно куётся мастерство. В этом году турнир принимал гостей из Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Пензенской областей. Впервые в Балаково приехали спортсмены из нового региона России, города Энергодара Запорожской области. Команда довольно многочисленная, 15 человек. И ребята показали высокое мастерство, выиграв больше половины боёв. Бокс в Энергодаре уже более 30 лет развивается. Основоположником нашего бокса является Владимир Романович Манзули. Балаково представляли команды спортивной школы «Олимпик», «Анод Рост» Балакова и клуба «Панчер». Всего в турнире приняли участие 170 боксёров. Мы всегда за ездить на соревнования. Балаково нам очень нравится. Достойные бойцы, хорошие соревнования. Призы хорошие каждый год. Всё нравится. Бои шли три дня. Сначала предварительные встречи, затем полуфинальные. А в заключительный день турнира определились победители. У балаковцев на этот раз 44 медали, из которых 9 – золотые. Победа, она всегда задаётся очень сложно. Надо всегда тренироваться, идти к своей цели и никогда не сдаваться. Не сдаваться – это главный принцип каждого спортсмена. И пусть не каждый стал победителем, зато все участники турнира получили опыт, который в будущем непременно приведёт их к золоту. Продолжение следует...